Сегодня, чтобы в полной мере обеспечить качество медицинской помощи, недостаточно иметь современное оборудование и пользоваться инновационными разработками. Судьба каждого пациента в первую очередь зависит от компетенции специалиста, который его наблюдает. Внимательные отношения, глубокие знания и своевременная помощь врача порой творят чудеса. На ноги встают люди, которые долгие годы страдали различными тяжелейшими недугами. По каким критериям можно определить доктора, который действительно поможет и может оказать помощь на высоком уровне? Какой должна быть квалификация у медиков, которые работают в местных поликлиниках? Об этом мы решили спросить у жителей Твери. И вот что они ответили нашей съемочной группе. Да, честно говоря, много раз ошибалась, наверное, не совсем ко мне вопрос. Сначала бывает, кажется, что да, хороший специалист, квалифицированный, начинает логично все объяснять, рассказывать, что делать. А бывает и результат не получишь в конце, который желаешь. А бывает, наоборот, вроде бы врач такой звезд в небо не хватает, а проблему решит. Наверное, опыт, возраст и отзывы клиентов. Особенно очень хорошо будет, если мои знакомые уже попадали к этому доктору. Чтобы вникал в проблему каждого, наверное, человека, пытался ее решить. Как минимум, опыт должен быть большой и положительный. Я так думаю, что люди должны отзывы хорошие о нем оставлять. Как минимум, по таким критериям, может быть, и буду искать. Именно по хорошим отзывам от, может быть, знакомых или кого-нибудь в интернете. Его профессионализм, его предрасположенность в доказательной медицине. То есть, даже если это молодой специалист, и он обладает вот этими навыками новой медицины, я дам предпочтение ему. Ну, конечно же, немаловажно это опыт специалиста, чтобы он был доброжелателен к ребенку. Уделял большое время на саму осмотр, то есть не быстро. В медицине нужно быть порядочными людьми, грамотными, эрудированными и уважать людей, уважать самые главные больных и вообще людей.